Продолжение следует... Вот, и, собственно, это вот наша с ним работа, которая на самом деле стоила Мише больших трудов, потому что первую службу он перемещался, Миша свободно перемещался по храму, вот, но потом ко мне подошел настоятель и сказал, что монахи смущаются. И Мишу поставили за мощи на стульчик, на такой высотенький. И праздничную службу всю, да, и потом еще службу. Миша простоял, не сходя с места, вот на этом стульчике, вот в таком состоянии, держа в руках камеру. Мне очень понравился вообще процесс съемки, потому что я окунулся в ту атмосферу, в которой никогда не был. И я впервые там был в келье, мы ночевали со звукорежиссером. Я еще раз вот почувствовал дух, который внутри храма присутствует. И из-за того, что мы в храме практически жили несколько дней, конечно, до этого этих ощущений не было. То есть он, я приобрел какой-то новый, не знаю, духовный опыт за счет этих съемок и пытался передать это настроение, то, что я почувствовал, передать в кадрах, в пейзажах. И радостно еще то, вот мы живем в этом городе, как бы мы не чувствуем, что это вот большое у нас. Мы живем вокруг вот такого чуда, ну и в чуде в этом. А люди вот приезжают из других стран, городов и восхищаются, и почитают как-то. А мы живем здесь, и как бы видно или это привычно все. Совсем привычные вроде виды в монастыре постоянно бывают, а они совсем по-другому смотрятся. Вот у вас взгляд свежий совсем не такой, как вот мы видим. И даже вот хорошо, что вас засунули в такое место, в хорошее, совсем в другом ракурсе весь храм выглядит. И сам фильм, вот это сочетание истории и современностью, оно так хорошо переплетается, естественно как-то. И молитвы звучат. Вообще очень большое впечатление произвел фильм. Спасибо. 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 Спасибо.